добрый день дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать быстренько про новый macbook air 11 дюймов собственно что я вам показываю но появилась теперь два usb порта разве macsave микрофон разъем для наушников ноутбук тонкий аккуратно собран 4 широкие ножки шурупчики на показ вырез для того чтобы удобно открывать крышку вот еще один usb mini display порт за счет развесовки ноутбук удобно открыть даже одной рукой вот немножко совсем он конечно скачет ноут в принципе нормально так и соответственно так давайте я вам покажу что тут у нас и как тачпад изменился теперь он типичен и в общем то как у всех других ноутбуков компании apple поддерживает мало стать можно делать всякие штуки дрюки открывать допустим все окна или открывает рабочий стол быстро и так далее и в общем это все очень удобно потом что еще хочу вам сказать видно здесь вот здесь уже локализованная клавиатура вот она как видно верхний ряд клавиш пришлось сделать тонким и кнопка включения находится теперь в общем ряду они отдельно вот она подсвет клавиатуры нет с помощью этих кнопок традиционную можно управлять воспроизведением регулировать громкость вот вызывать соответственно ну вы поняли в общем регулировать яркость и так далее заявлено время работы ноутбук составляет около пяти часов блок питания выглядит вот так побольше чему старого air собственно такой вот штекер подключается вот сюда можно вот так вот под магничный соответственно на нем есть световой индикатор когда вы подключаете то загорается лампочка что еще сказать с помощью оригинальной гарнитуры вы можете управлять воспроизведение в полном объеме давайте немножко наверное про про звук про встроенные колонки они не очень громкие мне лично хочется погромче делать но также также например да вот кстати трактор на старом и использовать трактор это конечно было здорово но здесь он запускается быстрее даже вот сейчас не подключен к блок питания нажали прошло несколько секунд вот он пожалуйста вот он пожалуйста вот и можно запускать для диджеев 11 дюймовый это настоящая находка на мой взгляд просто силу того что висит эта штука килограмм она достаточно производительна здесь хороший дисплей вот и можно делать соответственно всякие интересные штуки вот но это ладно это понятно так а ему вы быстро запускается ну и торрент стоит понятно вот соответственно нагревается ноутбук не очень сильно и даже если стоит на кровати допустим старый эр грелся как чугунная печь вот это вполне нормально работает довольно быстро довольно быстро вот это вот конечно очень 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 хорошо так не показывать динь 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 что я хотел сделать панель виджетов работает а да с документами работать если говорить о допустим клавиатуре очень хорошо очень хорошо и удобно вот например на и можно печатать клавиатура несмотря на то что это 11 дюймовый ноутбук очень удобно для набора текста вот вслепую или так не суть удобно удобно это это классно а а айтюнс ну айтюнс я не знаю что вам сказать про айтюнс айтюнс есть айтюнс работает это тоже хорошо соответственно вот мы закрыли ноутбук все он не работает его можно брать и нести с собой куда угодно значит использование твердотельной памяти можно не бояться его слегка там поколотить допустим даже или еще что то с ним такое сделать вот это все он легко переживет открыли крышку ноутбук заработал вот этот фокус фокус всегда очень хорошо показывают людям которые использовали только ноутбуки с windows и считают что это вот панацея от всех бед и самое лучшее устройство на земле да нет ну вот я закрыл я положил в сумку все ноутбук выключился мне не надо ничего больше делать вот я его открыл он заработал вот я нажал вот пошло пошла музыка я не знаю пошли фильмы пошли документы пошли соответственно тракторы и пошли все что угодно и еще я могу там сдвинуть и посмотреть все приложения быстро выбор и это всего лишь 11 дюймовый эйрс не помню какой здесь топовый или нет топовый процессор и работает эта штука действительно около пяти часов а в режиме ожидания около 30 дней это заявленные цифры вот можно посмотреть допустим фильм и останется еще где то почти на час работы времени за свои тысячи долларов США это совершенно гениальное решение а за свои 47 тысяч в России это устройство гениальное в основном для профессионалов конечно будь то не знаю бизнесмены будь то журналисты будь то депутаты и кто хочешь еще вот я лично подумаю над тем чтобы вот у меня любимый это 17 дюймов макбук про вот но я подумаю над тем чтобы еще себе в хозяйство замутить и вот такую вот штуку очень нравится очень хорошая